Добрый день, дорогие друзья! Я вновь с большим удовольствием приветствую вас. Я Смирнова Мария Валентиновна, логопед, дефектолог, нейропсихолог. Сегодня мы с вами поговорим вновь о диагностике. О диагностике в домашних условиях, которые вы сами с помощью игр Бонди Бон можете провести у своего малыша. Сегодня я буду говорить о диагностике детей трехлетнего возраста. Что мы с вами можем посмотреть в домашних условиях? Соответствие возрасту, речевого, интеллектуального и психического развития. Я сразу оговорюсь, безусловно, за консультацией нужно обращаться к специалисту, если у вас возникают какие-то сомнения. Но сначала, прежде чем идти к специалисту, посмотрите сами, как ваш ребенок реагирует на вашу речь. Слышит ли он вас? Откликается ли он на свое имя? Выполняет ли он ваши инструкции? Ну, а игры, которые вы сейчас видите перед собой, вам обязательно в этом помогут. Они все одинаково хороши для диагностики. Ну, начну я, наверное, с игры, которая называется «Сортер. Чей малыш?». Сейчас вот это я подберу подальше и покажу вам. Посмотрите, пожалуйста, тема мам и деток всегда нашим ребятам близка и для них актуальна. Поэтому я выбрала для диагностики в домашних условиях. Ну, надо признать, что когда я прихожу делать диагностику, или ко мне приходят мамы с детками в просьбу провести диагностику речевого, психического, интеллектуального развития, то тогда я предлагаю такие игры. Конечно, я смотрю более широко, более глубоко, но покажу вам сейчас, каким образом. Посмотрите, пожалуйста, что же мы будем исследовать с помощью игры «Сортер. Чей малыш?». Мы с вами будем исследовать у трехлетнего ребенка, конечно, понимание речи. Конечно, понимание, насколько ребенок воспринимает вот такое изображение – силуэт или тень. И, соответственно, насколько он сможет нам с вами это все дело объяснить. Трехлетний ребенок в норме говорит распространенными предложениями, может быть, несложно подчиненными, но достаточно распространенными, по которым должно быть подлежащее, сказуемое и какие-то определения. Например, «Мама, дай мне вон ту красную чашку» или «Давай купим красный сладкий арбуз». Вот такая речь для деток трех лет считается и воспринимается нами как норма. Если ребенок в три года не говорит, то тогда уже стоит забить тревогу и думать, почему это происходит. Ну, а сейчас давайте вот таким образом. Значит, у меня есть карточка, на которой мы с вами видим силуэты или тени зайца и зайчонка. Как я уже говорила, исходя из опыта, из практики, детям очень близка тема мам и малышей. И мы с вами просим среди вот таких картиночек на липучках найти те, которые на взгляд малыша подходят к этой картинке и прикрепить с помощью липучки вот эту самую картиночку. А где же она у меня? А вот она. Посмотрите, пожалуйста, я прикрепляю маму, зайчиху. А где же маленький зайчонок? Поищи скорее. Как правило, трехлетние дети без труда найдут зайчонка. А сейчас мы с вами будем спрашивать, кто находится справа? Трехлетний ребенок. Ребенок еще может не сказать вам точно, но мы подсказываем та ручка правая, которой ты держишь ложку. А если ребенок держит ложку левой рукой, ребенок еще не определился, то тогда мы можем задать какой-то другой вопрос. Вы своего ребенка, своего малыша знаете, конечно же, лучше какую-то подсказочку нужно ему дать. Но право и лево в трехлетнем возрасте ребенок может еще вам не выдать. Это не является какой-то патологией. Это все в пределах нормы. Покажи или скажи, кто маленький? Зайчонок. Кто большой? Мама, зайчиха. Вот в этом возрасте такие слова, как зайчонок, лягушонок, медвежонок, уже в активной и пассивной речи трехлетнего ребенка должны присутствовать. Поэтому мы с вами здесь без труда определим, насколько хорош, насколько развит слова ребенка в три года. Я еще раз повторюсь, пассивный словарь – это то, что ребенок понимает, активный – это то, что он говорит. Итак, мы с вами предлагаем картиночку и просим прикрепить. Здесь будет мама-черепаха и кто? Маленький черепашонок. А сейчас можно спросить, а кто еще на картинке изображен? Медуза и рыба. Можно попросить ребенка посчитать. Ну что ж, а сейчас посмотрите, пожалуйста. Допустим, вы предложили какие-то картиночки уже положить на место, да? А еще у вас остались картинки. Мы с вами проверяем понимание обращенной речи. Найди того на столе, кто живет в берлоге, ест мед и малину, и кто спит зимой. Я думаю, что тот ребенок, с которым вы занимались, ваш малыш, которому вы читали книги, показывали, рассказывали картинки, безо всякого труда в трехлетнем возрасте покажет вам, назовет и возьмет медведя, безусловно. Ну, а если таковое не происходит, то это, безусловно, для вас повод для размышлений и для создания собственного индивидуального маршрута образовательного, как сейчас модно говорить, для вашего ребенка. Это значит, что его нужно развивать и показывать медведей, крабов, лис, обезьян и рассказывать. В трехлетнем возрасте ребенку уже можно читать маленькие статьи из детских энциклопедий, ориентированных на этот возраст, и давать уже достоверные сведения. Посмотрите, пожалуйста, вот в этой игре все цвета соответствуют действительности. Обезьянка коричневого цвета, бегемот серый. Это значит, что мы можем с ребятками трехлетними поговорить о цветах, об окрасе шерсти или кожи, или, как в данном случае, перьев у этих живых существ. Например, можем спросить так. А у кого разноцветные перышки? Посмотрите, пожалуйста, у попугая и маленького попугайчика. Словарь трехлетнего ребенка, пассивный и активный, уже достаточно широк для того, чтобы ребенок понимал подобного рода вопросы. Давайте посмотрим. Посмотрите, пожалуйста. Все очень-очень даже просто. И здесь трехлетний ребенок с этим в норме, конечно же, справится. Ну что ж, вот такая игра для диагностики пространственного мышления, восприятия, потому что мы с вами говорим о силуэтах, о контурах, да? Для диагностики речевого развития, для диагностики понимания речи и для того, чтобы ребенок мог ответить на ваши вопросы, которые вы ему задаете. Старайтесь три года задавать уже вопросы достаточно сложные, потому что просто так, покажи мне медведя, ну, наверное, это диагностика все-таки для более младшего возраста. Итак, набор, который называется сортерчий малыш для диагностики трехлеток речевого, интеллектуального и психического развития в домашних, я подчеркиваю, домашних условиях, потому что если какие-то возникают у вас подозрения, если вы видите какую-то проблему самостоятельно, да, уже видите, кто-то вам говорит об этой проблеме, то, конечно же, вы все проделав то, что я вам показываю, обращаетесь за помощью к специалисту, который более глубоко, комплексно, широко будет исследовать проблему, которая у кого-то возникнет. Ну, а мы с вами ориентируемся, конечно, на нормотипичных детей. Сейчас я хочу показать вам еще игру, игровой набор, который называется «Обучение легко и интересно», и который я тоже в процессе своих диагностических приемов предлагаю деткам. Посмотрите, пожалуйста, что у нас с вами есть. Ну, давайте, наверное, все-таки вот так было бы удобно. В этой игре есть вот такие штырьки, палочки разной длины. И трехлетний ребенок нам с вами без труда найдет самую длинную палочку и поставим на ее, допустим, от вас с левой стороны, от меня справа, и самую короткую палочку найдет, и поставим вот здесь. Ну, а здесь по возрастанию или по убыванию, в данном случае по возрастанию, мы точно так же палочки и выставляем. И говорим, что это самая длинная или самая высокая по высоте, это самая короткая или самая низкая. Ну, а теперь посмотрите, пожалуйста. Пока про цифры я не говорю, хотя в этом наборе есть и цифры, и знаки. Ну, пока про цифры я не говорю, потому что в трехлетнем возрасте ребенок имеет право не узнавать цифру и не понимать, что такое соответствие числа этой цифры. Это не является никакой патологией, все это в пределах возрастной нормы. Посмотрите, пожалуйста, у нас с вами в этой игре, в этом игровом наборе есть колечки разного цвета, одинаковой формы и, соответственно, одинаковый, разный цвет, а форма и размер одинаковые. Посмотрите, пожалуйста, каким образом, как мы с вами, что мы можем исследовать понимание обращенной речи. Например, я сейчас буду хлопать в ладошке, а ты внимательно слушай. Сколько раз я хлопаю в ладошке? Два. Ребенок в трехлетнем возрасте без труда сможет вам посчитать, услышать. Если совсем трудно, то вы хлопаете громко и медленно два раза. Найди, пожалуйста, и положи себе на ладошку синие колечки. Положил? Молодец. А теперь будем нанизывать или надевать вот эти колечки на самую длинную палочку. Прекрасно, справились. А теперь я буду стучать, ну, например, кулачком по столу. Сколько раз я буду стучать? Внимательно слушай. Один. Ну и прекрасно. Возьми, пожалуйста, и положи на ладошку желтое колечко. Проверяем цвета. Посмотрите, пожалуйста, красный, желтый, синий и зеленый. Вот этот цвет фиолетовый. У меня уже оттеночный цвет. Три года. Ребенок в пассивном словаре. У него уже этот цвет должен присутствовать. Желтое колечко. И нанизываем по вашему указанию на самый короткий или на самый низкий вот этот вот штырек или на эту низкую палочку. Таким образом, мы понимаем, мы исследуем понимание обращенной речи, насколько ребенок может услышать слуховое внимание и посчитать до трех лет. В три годика до трех дети, конечно же, считают уже, а очень многие считают и дальше. Ну, мы с вами можем попросить в три года посчитать до пяти вот с такими остановками, очень четко прохлопывая или что-то там пропивая, допустим. Таким образом, мы исследуем слуховое внимание и понимание речи, понимание выполнения ваших инструкций. Ну что ж, а сейчас, например, вы предлагаете ребенку взять четыре колечка и на следующей колечке нанизывать поменьше. Четыре, а зеленых, чтобы было поменьше. Например, ребенок положит два. Поменьше? Поменьше. Почему же нет? А теперь фиолетовых колечек должно быть больше, чем зеленых. Немножечко такая у нас с вами инструкция. Более сложная, но в три годика ребенок понимает больше-меньше. Большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий. В этом возрасте ребенок уже понимает эти слова и употребляет в своей активной речи. Посмотрите, пожалуйста, что еще пространственное восприятие. И можем мы с вами исследовать с помощью этого набора. Посмотрите, пожалуйста, вот домик, например, да? Если мы с вами возьмем домик и предложим ребенку украсить этот дом с помощью колечек, я думаю, что трехлетний ребенок в норме, конечно же, с этим справится без труда, справляется. А вот теперь можно попросить назвать части дома. Дом, крыша, труба, дверь. Многие говорят основания, многие говорят, что есть еще фундамент. Это те дети, с которыми занимаются и рассказывают. О чем я всегда и говорю, что с детками нужно заниматься для того, чтобы потом ребенок вот такие вот вещи выдавал. Но слово фундамент и основания мы здесь, конечно, не требуем. Но основные части дома – крыша, стены, дверь и труба – ребенок, конечно же, в три года уже называет. И посмотрите, пожалуйста, цветочек. Можно попросить посчитать, сколько лепестков и украсить. А теперь послушайте внимательно. Вот такая инструкция. Украсть колечками разного цвета или более осложненная инструкция. Сделай так, чтобы цветочек был разноцветный. И ребеночек будет украшать. Просите всегда сделать аккуратно для того, чтобы ребеночек положил в полном соответствии с нарисованными кружочками. Что мы таким образом исследуем? Конструктивную деятельность и пространственное восприятие. Вот такая игра, которая нам с вами поможет исследовать такие направления деток трехлетнего возраста. Еще одна игра, на которой совершенно четко написана маркировка 3+. Плюс от трех лет. Это может быть и 4, и 5, и 6. Но для диагностики в три года мы сейчас с вами рассмотрим эту игру. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Лично я никогда не выбрасываю плотную, хорошую упаковку от игры. Для чего? Я расскажу чуть-чуть попозже. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас в этой игре, которая называется «Цветная лотерея». Еще раз подчеркну, что сейчас мы говорим с вами о домашней диагностике. Я пока уберу кубики, потому что они пригодятся потом для игры, а для диагностики нам пригодятся, собственно, фигурки. Какие же тут есть фигурки? Медвежата. Есть у нас с вами, посмотрите, пожалуйста, паровозики. Ориентированы на мальчишек и девчонок, но совсем не обязательно. Чтобы для девочек обязательно мишки или пирамидки, а для мальчиков паровозики и машинки. Это зависит от ребенка, конечно же. Есть машинки и есть у нас с вами пирамидки. Есть еще погремушки и мячики, но они нам в данном случае с вами не понадобятся. Но давайте каждых фигурок по шесть штук. Посмотрите, пожалуйста. Давайте начнем, наверное, с самого простого. Вот с чего. У нас есть машинки. Посмотрите, пожалуйста. Я расставляю машинки. И эти машинки мы с вами сейчас попросим ребеночка. Ребеночка здесь нет. Я буду выступать в качестве и того, и другого. Попросим мы с вами посчитать. Допустим, да? Одна машинка или ребенок будет считать? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Конечно, неплохо, если трехлетний ребенок может считать до десяти в этом возрасте. Но если нет, это не страшно. Во всяком случае, это не страшно. А вот теперь давайте смотреть. Будем думать мы с вами, да? Мы просим ребенка показать. Покажи ту или те машинки, у которых кузов желтого цвета. Проверяем и следуем мы с вами пассивный и активный словарь. Слово кузов знают не все, но те детки, с которыми занимается слово кузов, безусловно, знают. Оно должно быть уже, потому что это все-таки машинка, да? Машинки это детские игрушки в том числе. Оно должно быть уже в словаре трехлетнего ребенка. Покажи машинки, у которых кузов желтого цвета. Да, у нас таких машинок с вами четыре. Можно попросить посчитать, у какого количества машинок кузов желтого цвета. Уже осложненная инструкция, но тем не менее. В данном случае мы предлагаем такую инструкцию по желанию вашему. Ребенок трехлетний может на такое задание не ответить. Это ничего страшного в этом нет, это все в пределах нормы. Теперь посмотрите, пожалуйста, на крупную деталь. Ребенок увидел кузов, да? Покажи, пожалуйста, такую машинку или такие машины, у которых или у которой кузов красного цвета, а кабина синего цвета. Нужно удержать речевую инструкцию вашу в голове и найти такую машину. Да? Правильно? Да. Отлично. Понимание речи ребенка очень хорошее. Пожалуйста, найди такую или такие машины, у которых кузов не желтого цвета. Нужно услышать маленькую частичку «не». Ребенок в трехлетнем возрасте уже такое задание выполняет. И он показывает вам вот эти две машинки. Точно так же мы можем посмотреть на паровозики. Точно так же паровозиков здесь шесть. И спросить про крышу, про трубу, про колеса, про корпус паровозика. А вот посмотрите, пожалуйста, с мишками будет потруднее, потому что три мешутки плюшевых у нас оранжевого цвета. И вот здесь отличие будет только в цвете бантика. Нужно быть очень внимательным. Но я вас уверяю, что ребята трехлетние, детишки, малыши трехлетние уже все это видят и показывают. Но здесь еще вот какой момент. Если ребенок, конечно же, знает, уже ориентируется в цветах, а в три года все цвета основные и такие оттеночные цвета, как фиолетовый, розовый, уже в словаре и в понимании ребенка, конечно, есть. И вашу инструкцию ребенок выполнит. Ну, а теперь посмотрите, пожалуйста. В этой игре есть пирамидки. Вот с пирамидками, наверное, будет достаточно сложно. Почему? Объясню. Здесь мы можем дать более сложную инструкцию. Например, найди такую пирамидку, у которой основание, слово основание нужно услышать и понять, голубого цвета. И ребеночек показывает вот такие две пирамидки. А сейчас инструкция будет более сложная. Для чего нам это нужно? Понимание обращенной речи, понимание сложной инструкции, удержание в памяти. В три года ребенок такую инструкцию удерживает. Покажи пирамидку, у которой основание красного цвета, внимание, да, у нас таких пирамидок с вами три, и нужно услышать, и иметь достаточно широкий пассивный активный словарь, и вершина, да, если ребенок даже не знает слово вершина, то по ассоциациям он должен догадаться. И вершина голубого цвета. У нас с вами такая пирамидка только одна. Основание красного цвета и вершина голубого цвета. Вот такую инструкцию малыш трехлетний уже выполняет. Если не выполняет страшного, тоже ничего нет, попробуйте повторить еще. Попробуйте повторить на другом каком-то материале. Я всегда говорю, и все мои коллеги говорят о том, что мы всегда решаем в пользу ребенка. Мы всегда даем несколько проб для того, чтобы предполагать какое-то друшение или какое-то отставание. Но ни в коем случае по какому-то одному невыполненному заданию никогда мы не навешиваем никаких ярлыков, не ставим никаких диагнозов и никогда не начинаем бить тревогу. Когда мы исследуем одно и то же понимание обращенной речи, например, соответствие пространственного восприятия ребенка его возрасту, мы исследуем один, два, три, четыре, пять, семь раз. И вот если при таком глубоком исследовании мы понимаем, что ребенок не соответствует возрастной норме, то тогда мы начинаем уже еще более глубоко и широко предлагать какие-то исследования дальнейшие. Но никогда предлагаем родителям не впадать ни в какую панику, потому что все, как мы с вами знаем, поправимо и со всем мы работаем. Ну что ж, а сейчас посмотрите, пожалуйста, я еще раз подчеркну, что я никогда не выбрасываю хорошего качества упаковку. Ну не потому, что я какой-то старевщик или брюшки мне все нужно. Посмотрите, пожалуйста, что мы здесь можем сделать. Ведь это же те же самые силуэты. И мы просим малыша положить в рамочку вот эти наши с вами игрушки. Да? Давайте. Мы положим в рамочку эти игрушки. И, соответственно, проверяем, насколько ребенок понимает вот эти вкладыши, рамки и вкладыши. Ведь это не что иное, как рамки и вкладыши у нас с вами, да? Так, есть еще и два мячика, которые нам с вами не пригодились. Вот, ребеночек положил, да? А еще усложнить инструкцию можно таким образом. Положи в рамочку только те игрушки, у которых есть красный цвет. Или, например, нет желтого цвета, да? Вот здесь, например, нет желтого цвета, да? А здесь, например, нет красного цвета. Для чего? Если ребенок удерживает инструкцию и все эти игрушки кладет, это очень даже хорошо. Ну что ж, а сейчас еще что из вот этой упаковки? Что мы еще можем сделать? Да это же трафарет. Приложил и попросите трехлетнего малыша, придерживая, безусловно, обвести по внутреннему контуру все то, что вы ему загадаете. Например, обведи, пожалуйста, пирамидку. Ребенок обводит пирамидку. Обведи, пожалуйста, паровозик. Ребенок обводит паровозик. Смотрите внимательно на захват карандаша или ручки рифломастера тремя пальчиками, потому что к этому возрасту уже захват формируется. Для чего он нужен? Он нужен нам с вами для того, чтобы потом правильно держать ручку и карандаш. Когда будем писать? Ну, я, наверное, еще разочек покажу. Вот эта игра называлась «Цветная лотерея для диагностики». Эта игра называлась «Чей малыш?». А вот это обучение «Цветное воображение» для того, чтобы провести вот такую легкую диагностику в домашних условиях, диагностику трехлетнего малыша. Ну, я думаю, что вы поняли уже, что все игры в умелых руках. Любая мама с большой долей фантазии, даже с небольшой долей фантазии, может быть диагностом для своего малыша, для собственного успокоения, ну и для того, чтобы понимать, что, может быть, еще ребенку можно предложить для его индивидуального развития. Ну, я еще разочек подчеркну, что в более трудных случаях мы всегда вас ждем на диагностике. Я не имею в виду себя специалистов, потому что все можно вовремя сделать, всем помочь, потому что мы с вами живем уже в век новых технологий. Ну, и такая наука, как логопедия, нейропсихология, дефектология, уже достаточно такие хорошо зарекомендовавшие себя науки, старые. И мы, соответственно, можем всем помочь грамотно. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья, удачи, всяческого благополучия, интересных игр и, конечно, прекрасного времяпрепровождения. Спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго.